Все, поехали, начинаем тогда доклад. Так называемые топологические квазичастицы, в частности, квазичастицы Майорана. Мой доклад будет примерно, где достаточно такое введение будет сделано, о чем идет речь и вообще свойства вот таких топологических квазичастиц. Вторая часть примерно, чем мы, примерно наше, как бы, что у нас за дел в этом направлении есть, и сейчас касается, как бы, наши творческие планы на ближайшее время. Ну вот, значит, современное, как бы, физико-комиссерное состояние меняет свой, как бы, взгляд на различные фазовые состояния системы. В частности, если будет традиционное понимание, это, как бы, локальный параметр порядка у нас был, который идет еще со времен Ландау, то сейчас состояние системы характеризуется с точки зрения глобальных свойств. Глобальное, при этом, состояние с разной, как бы, топологией является стабильным относительно внешних возбуждений. Ну, вот, в частности, они там характеризуются некоторым глобальным числом, топологическим числом. Я не буду в деталях с этим впадать. Что принципиальным является? Вот, если бы, обычно, скажем, есть фазы состояния системы, разделенных, скажем, энергетической щитой, если мы из одного состояния будем перевести одеопатически в другое состояние, то такие состояния с точки зрения топологии являются эквивалентными. Хотя, с точки зрения локального параметра, это могут быть разные системы, разные состояния, разные фазы. А вот топологические неэквивалентные системы или состояния, это когда мы не можем вот одеопатически из одного состояния перевести в другое. То есть они разделены некоторой энергетической щелью, которую мы одеопатически не сможем преодолеть. Вот я пример приведу, как бы, вот этих две, скажем, работы в Nature Capital Materials, где она, ну, анализ материалов потенциальный, которые потенциально могут обладать топологически нетривиальным состоянием. Ну, вот буквально цитата, что оценка вот существующей базы данных по материалам, это примерно вот с шести до восьми тысяч материалов, которые потенциально, состояния которых могут быть топологически неэквивалентными. Ну, и то есть какое требование? Сверхпроводники, изоляторы, полупроводники, полуметаллы. То есть в этих системах могут быть потенциально состояния топологически различными фазовыми состояниями. Ну, чуть-чуть, допомню, с квантовой механики мы знаем, что вот частицы делятся на бозоны и фермионы. Ну, это, значит, при перестановке двух частиц волновая функция меняет знак, ну, вот, или фазы там, либо не меняет знак, бозоны не меняют, плюс фермионы меняют. Это так называемая аберева статистика. Так вот, тополог, с точки зрения глобальных свойств системы, возможна ситуация, когда при перестановке частиц меняет, есть еще какая-то дополнительная фаза, но она имеет термин фаза Берри. В этом случае, ну, частицы обладают так называемой неабелевой статистикой. Ну, вот я примером таких, когда речь идет о твердом теле, это вот элементарные частицы под названием, вот, касаясь фермионов. В Базе тоже есть хорошие, интересные системы, вот, там, Махмоника. Ну, сейчас давайте о фермионах поговорим. Значит, ну, известно, что уравнение Дирака, там есть, ну, 28-й год, электрон, позитрон, спид вверх, спин вниз. В целом, это матрица 4 на 4. Ну, то, что Дирак предложил. Потом было, вот, Вед предложил другое решение, да, когда система есть, то есть фермион, частица равна античастице, нет массы, но и заряд, и спин. А вот Майрана предложил еще одно решение, то это, значит, когда есть тоже частица равна античастицы, но нет заряда, зато и спин, и, ну, и масса. Какие требования касаемо, или речь идет, вот, вот, в катестерном состоянии квазичастических возбуждениях? Ну, речь идет вот так вот. Во-первых, значит, это должны быть эти квазичастицы описаны уровнями, ну, близкими Дираку. Ну, фактически, вот, скажем, зонная структура, вот, что-то в таком духе. Линейный закон дисперсии. Ну, вот, опять же, опять же, частица равна античастице. Ну, естественно, насколько это квазичастица в твердом теле, она не движется со скоростью света. Ну, и различные варианты, вот, массовый заряд есть, либо равный нулю. И вот их ключевое такое свойство – неабелева статистика. Неабелева статистика, ну, вот, я же говорю, это ни бозоны, ни фермионы, значит, эти системы не взаимодействуют, или плохо взаимодействуют с нашим миром, эти бозоны, фермионы, ну, и потенциально говорят, что это, вот, там, квантовый компьютер и так далее. Значит, вопрос состоит в том, что вот, ну, именно квазичастицы, такие, вели, майораны – это квазичастицы, которые не имеют, не есть элементарная частица, а именно квазичастица. Я не буду говорить о вели, но вот тут, если Юрий Юрьевич есть на YouTube, то там он, да, он занимал, у него есть публикация на эту тему, можно у него там, он может быть, сделать, захочет доклад, с поляками, у них там совместные работы, вот, институтом физики. Я вот, ограничився, вот, речь пойдет о майоранах фермионах. Ну, вот, майоран, 30-й год, он предложил, несколько вот таких майоран-оридиоз, это вот примерно 10 лет назад речь пошла вот о таких новом квантовом состоянии, ну, и вот для квантового компьютера, как потенциальных прививных приближений. Я вот хочу сказать, скажем, вот такая книга, она доступна в интернете, в открытом доступе, можно скачать и почитать немножко. Итак, вот речь о топологических сверхпроводниках. Ну, напомню немного, значит, топология, значит, в сверхпроводнике описывается теорией Боголюбова, говорится, ну, про частицами Боголюбова. Комеханиан стандартный вид, скажем, возьмем, гинетическая энергия, энергия связи. Боголюбов предлагает, как известно, делать там УВ-преобразование, ну, и гинетическая энергия анализует. То есть, мы возьмем частицу Боголюбова и добавьте ее вот так вот запишем. Вот некоторую часть, которая У не равно УВ, и вот, скажем, тут здесь, ну, скажем, электронный дырка. Так это что? Боголюбовская квали-частица обладает некоторым вкладом или добавкой Майорановского фермиона. Как вы делаете этот вывод? А я вижу, что у него электрон и дырка одинаковый, вес одинаковый. Но это не Майорана фермиона. А, в смысле, что это В там, да? В, а не У, да? Да, В одинаковый, вес одинаковый. Вот в этой, как бы, добавочке и доля электрона, и доля дырки одинаковая. Вот по весу. Ну, в смысле, если таким образом переписать, там же, что вот вы просто убрали вот эту часть, да? Да, не-не-не, она пока осталась. Я говорю так, что Боголюбовская квали-частица это из кусочек, как бы, обычного, допустим, электрона. И вот Майорана фермиона. А, вот так он? Ну, нет, да. Но нет, потому что спин разный. Нет. Значит, итак, нам нужна триплетность. Спин должен быть одинаковый в этих электронной дырке. Спин одираковый. Значит, что надо? Триплетная сверхпроводимость. Напомню, два слова тут, значит, ну, перестановка фермиона, там есть, значит, положение координата, спин, время. При перестановке вот этих, любой из этих частиц, должно меняться знак фермион, частица. Ну, вот тут классификация. Там S, когда, да, спин всеглетный, антипараллельный, так далее. Часть вот эта, традиционно, скажем, мы так привыкли, это положительная частота, ну, even frequency спаривания. Есть, современно обсуждается и другой вариант, когда меняется за счет перестановки по времени. Я не буду это касаться, это отдельное направление, хотя она сейчас тоже начинает обсуждаться. Ну, вот, значит, это классификация. То есть, речь пойдет вот от этой вот even frequency, и тогда, ну, вот приятное состояние... Вернитесь, пожалуйста, на эту табличку еще раз. То есть, чуть-чуть медленнее можно. Соответственно, орбитальный, это орбитальный, ну, орбитальный вид, понятно. Спин, в общем-то, синглет. Да, это координат, это координат. Да, синглет, триплет. А что значит плюсики-минусики? Значит, четная, извините, четная, нечетная при перестановке. А, при перестановке, понятно. Координат, ну, вот это состояние. Она, ну, координат на пространстве, просто сфера такая. Вот волновая функция. Тогда переставляется мне за счет, знак меняется за счет спина, поскольку спины антипараллельны. То есть, поменял местами, мне спин меняет, вот тут получается минус. Выскакивает минус перед волновой функцией за счет спины. То есть, это если вы по спину меняете, да? Да, не, если я переставил, вот частицу. Частица характеризуется тремя переменными. Координаты, спин и время. Так что, волновая функция расщепляется, как бы, на три части, независимо. Координаты, умножитель, волновая функция, спиновая только часть, и чисто временная часть. Что при перестановке меняет у меня знак? Угу. Вот, при перестановке, значит, меняется спин, при перестановке П, ну, это так, то есть спины параллельны, скажем, мне меняется, в частности, спиновая, а меняется только волновая координата. Ну, и Д, это, к сожалению, тоже. Ну, это все предполагается по частоте при перестановке та часть, которая связана со временем волновой функции не меняется. Да, и последний столбик, это как его называют, да? Да, да, как ее называют. Спин, В, сервилет, спин, В, триплет, то есть люди, и добавляет события, ну, черная по фриканси. Ну, обычно, тут умалчивают, когда вот это быть, тогда добавляют вот сервилет, вот триплет, я понял. То есть, пойдем мы по этой, во-первых, по чему спин, сервилеты. Ну, в общем случае, там, координата, это вот, триплет, что такое П, спирсная проводимость? Есть координат, ну, вот спинная, координатная, ну, в волновом пространстве. То есть, вообще говоря, в квантомеханике орбитальный спинный момент, поэтому там вот, вообще говоря, волновая функция разлагается на три составляющие, и для П состояния К на минус К меняет знак, поскольку спины симметричные. Ну, и тут замечание сразу делаем. Если мы имеем систему с нарушенной симметрией, ну, например, те же композиты, то, вообще говоря, у нас есть примесь, скажем, С и П старивания. Ну, и так волновая функция, зависит более сложно. Так, если это все, двигаемся дальше. Ну, вернемся теперь к, опять же, уравнению Багалюбова. Я записал вот это уравнение для У и В. Ну, известно, это вот Багалюбовская частица, тут энергия, как бы щель ее, и вот эта энергия. Допустим, значит, мне надо, чтобы получить эту Байарана-фермион, спины должны быть, то есть и плед должен быть. Вот я взял ее такую зависимость, простейший случай. И хочу рассмотреть, вот как там, то я уже говорил, показывал эту диаграмму, где вблизи там К, Мю и К, Малы. То есть разлагаю в ряд, получаю такое выражение, и у меня в прямом пространстве, тогда, вот в этих ПК и зависит от частотуры, приобретает вот такой вид уравнение Багалюбова, вот приобретает такой вид для У и В. Так, Тогда я для У и В сравниваю с уравнением Дирака. Я вижу, что вот щель энергетическая выполняет роль, ну вот как в уравнении Дирака это скорость светка. Видите, вот она тут. Или вот как-то здесь. Тогда, вот в тех условиях, которые я рассмотрел, К стремятся там к нулю, у меня спины одинаковые, У и В в этих уравнениях равны, и моя вознечастица Багалюбова, ну как говорят, мутирует или становится квазичастицей Майорана. Но если У и В равны, то в общем-то не надо было этого разделения писать, а не тогда сразу приравниваете У и В и сразу Багалюбова вот это вот разделение превращается в это. Это как бы так, педагогически скажем так. Ну показать, как мутирует квазичастица Багалюбова, превращается в квазичастицу Майорана. Вот Багалюбова Майорана Фирнюк. То есть при определенных условиях, когда это триплетно, вот эти раньше богалюбовские квазичастицы у меня имели щель аналитическую, они появляются, превращаются в вот такой спектр. И вот эта частица Багалюбова, Майорана, это штампы Каэмюн, стремится к нулю. То есть вот где-то в этой области у меня должны быть квазичастицы Багалюбова, мутирующие в Майорановские фирмилоны. Ну вот это как бы теория на пальцах. Итак, буквально цитату взял из этой вот статьи обзора. Значит, для того, что основа поиска топологического проводимости является спин-триплетное спаривание. Это вот первый вывод. Ну и какие были предложены модели для этих Майоранов как бы самый простейший начнем. Первая известная модель Китаева. Можно посмотреть вот в этой работе. Причем только она на английском языке издана. Дальше вот Иванова. Модель Китаева это квантовая цепочка. Ну и вот в принципе есть такая большая статья предшествующая им. Это вот ФИЗРФБ. Обращаю внимание 31 страница в ФИЗРФБ. Значит итак это мы тут два варианта тут бы рассмотрены. Китаева одномерная цепочка другая это Иванова с Нидерландом это 2D системы. Ну начнем с простейшей Китаемой модели. Представим себе что у нас есть какая-то цепочка ну вот электронов с одинаковым спином. Локальная есть перескоки туннелируем с одного узла на другой есть какой-то химпотенциал и есть энергия спаривания. Давайте я перепишу их как фирмен Майорана операторы. Вот есть электрон скажем и дырка равным весом. Вот я их перепишу уравнение в таком виде и рассмотрю случай когда мил равно нулю вот это вот равно нулю слагаемое и щель равна энергии перескока и это слагаемое равно нулю. Китаем становится чрезвычайно простым. Но выпали это уже записано в фирменах Майорана выпало С1 на концах то с чего я начинаю то есть поставил и равный 11 я сразу двойку получаю и фирмен и Майорана на концах стали изолированными. Если эти все внутри это Куперовская пара то они крайние на цепочке стали изолированными и их энергия равна нулю. Но вот они сюда просто даже не вышли. Итак то есть вот вот это одна из вариантов как бы модель предложена Китаева. Ну на самом деле вот есть работы последние все это свежее достаточно три года назад. То есть реально вот такую систему обсчитали на компьютере ну как численный счет и результат вот такой значит фирмен Майорана действительно то есть до концов такой цепочки находящейся на сверхпроводнике локализуется состояние которое вот находится нулевой энергии. Специфика этих состояний состоит в том что они еще спин обладают поляризованными по спину поляризованы буквально вот есть спина вверх у них либо спин вниз ну вот есть добавочка но в основном они спина поляризованы ну и первый вопрос конечно возникает который то есть у них спин не противоположный а соответственно параллельный параллельный на этих ну то есть он размах тут цепочка 70 атомов вот это 70 атомов ну и тут как бы по частоте они расположены на нулевой частоте фирмен это численный счет аккуратно и все сделаны как говорится вот я вот покажу второй как бы возникает вопрос а как это все померить извините вот туда назад можно вот к этой картинке предыдущей еще там где ну вот скажем это где вот эта диаграмма энергия там там где у них там где у них нулевая энергия имеется ввиду что как законном сохранении энергии я не понимаю то есть получается что вот собственно когда щель у нас вот те электроны которые были они разошлись один там вверх другой вниз одночастичное возбуждение соответственно суммарная пара у нее энергия равняется нулю а тут получается что вот эти майорановские фирмен они являются это является как бы были частичками из пары но у них осталась энергия равная нулю нет они по прежде чем парой но они выпали как бы на нулевой уровень а но если это разошлась ну да нормально то есть c1 это тоже пара видите это пара на одном узле электронные дырки на одном узле ну это на одном узле тут а реально вот она размазана волновая функция вот размазана немного вот я возьму эту цепочку 70 атомов таких узлов и она волновая функция тогда вот локализованная вот в таком виде немножко занимает там ну сколько 10 скажем решеток справа и слева на концах да хорошо ладно спасибо энергия их равна там нулю вот именно эти состояния есть и другие там состояния но они ну и возникает конечно вопрос как это все померить ну первое контактное спектроскопой контакт если не магнитный да это все в диапазоне вот тут показаны результаты в диапазоне энергии много меньше щели если это не магнитный туннель точный контакт ну вот такая вот структура если это спин вверх параллельный вот этому видите она увеличивается в несколько раз ну в три раза допустим структура такая это ну вот ну я хочу примеру с Андреевской спектроскопии это вот она то есть доказательством экспериментальным доказательством существования майорановских фермионов должен быть вот этот вот зеробайос пик сейчас мы еще поговорим да один из но не есть 100% гарантия если спин вниз тоже пик но видите он в 10 раз меньше то есть один из первых факторов который я должен говорить это скормной пик ну и вот он спин поляризован как-то так отличается так это я модель Китаева пока говорю в принципе значит есть еще модель я сказал Иванова там такой P сверхпроводник опять же P сверхпроводник у него тогда вихрье Абрикорцева вихрье Абрикорцева поскольку это P-тип меняется на кван пол кванта и вот опять же не буду в детали тут уже это немножко другая значит она там тоже возможно внутри этого вихря фермион Майорана и у Китаева P-тип сверхпроводник да точно так же да и Китаева конечно да да и вопрос следующий как это все реализовать где найти P-тип сверхпроводник первый вопрос да ну это да во первых вопрос да как это вот модель Китаева предложена работой 11-го года вот часть птицы на сверхпроводнике ну в более простейшем ряду то есть как раз выполняются все требования модели Китаева перескоки то есть тут должны быть магнитное некоторое неупорядочение ну и конечная цепочка ну то есть требования локализованность разупорядочения там локализованность на состоянии и так далее ну и естественно желающие сразу это повторить вот я приведу примеры несколько работ чуть-чуть поподобие вот на это остановлюсь ну вернее как пример вот пример значит Сайенс там 14-й год светпроводник атомная цепочка и вот сканирующий туннельный микроскоп пик вот виден вот такой вот тут по плотности состояния они просто движутся и говорят что вот это моё состояние так это что у них сверхпроводник по спайсиметрии поскольку ферромагнитный там эффект близости я чуть-чуть позже расскажу как получить эффект триплетного состояния очень интересно ну вот сейчас я по тех расскажу чуть-чуть поподробнее значит интересное тоже другое направление я не касаюсь это это жерезонодовский эффект он необычно себя ведет чем это ну вот майорана фермионы на вот железо железо байз цепоконтакта ну вот в общем такой будет сверхпроводник берется у него смешанное состояние фихри абрикосова ну вот маска три нанометра и давайте вот мы по этой вот идем туннельным сканирующим микроскопом плотность состояния в этой которую мы видим вот она так эволюционирует вот это черное это мы как бы проходим через самый центр ну вот она собрана здесь и так вроде бы есть аргумент того что мы видим фермион майорана но я тут приведу работу перед этим 17-го вот это 18-го 19-го года Андреевское связанное состояние ну вот против майорана связанного состояния тривиальное против топологической zero без контактивити пик и так то есть это необходимое условие то есть вот этот пик но недостаточное в чем дело немножко напомню что такое Андреевское отражение ну вы знаете если нормальный металл контактируется с сверхпроводником электрон когда оно вышло энергетическое силе проходит топнет но если энергии меньше то он отражается как дырка и уходит вот тогда как Андреевское отражение это S тип сверхпроводник если мы имеем B тип сверхпроводника то дырка куперская пара паверизована по спине ну и тогда дырка должна быть тоже такого же типа то есть такой эффект теперь что такое связанное состояние Андреевское ну тут я несколько вариантов привел но их еще на самом деле если у меня нормальный металл сражат скажем попал между двумя сверхпроводниками то вот это вот состояние электронный дырка может туда-сюда дергаться фактически это у меня будет локализован энергетически локализованное состояние второй вариант D-тип спаривания ну вот допустим у меня есть нормальный металл D-тип спаривания и тут сверху изолятор либо я сразу скажу либо вот тут изолятор тогда вот электрон летит сюда отражается как дырка попадает сюда поскольку меняется вот это плюс-минус возвращается назад и это тоже локализует Андреевское связанное состояние ну и третий вариант когда у нас тут магнитный вот это спинектин интерфейс это ну видите все работы свежие так аж а что вот это вот что вот это вот за геометрия где там изолятор нормальный металл и сверхпроводник это как вообще эксперимент я не очень понимаю геометрию эксперимента откуда где контакты откуда взялся металл как ток течет как ток течет как ток течет а изолятор а изолятор а изолятор нет я имею ввиду я имею ввиду что а сверху контакт через изолятор откуда взялся металл тогда на поверхности сверхпроводника делается делается слой сверхпроводника напыляется слой металла а то как запускается а потом пока только нет я пока говорю сейчас я переймся к этому давайте чуть-чуть я говорю как локализованные состояния могут реализовываться ну вот например у вас на каком-то участке вот такого контакта нормального металла со сверхпроводником это может быть например отрезкий контакт на каком-то участке вы попали где изолятор например кизлез на тот же сверхпроводник пока это чисто теоретически я чуть-чуть позже То есть теоретически как можно реализовать Андреевское связанное состояние. Вот такая ситуация, либо вот третья ситуация, когда вот эта активная, как называемая, зона, тогда у вас электрон идет сюда, возвращается назад, он меняет спин, например, как дырка, то есть вот такое локализованное состояние. То есть теория предсказывает, ну я не знаю, что возможно локализованное, ну давайте в простейшем случае, вот такое, нормальный металл, зажатый между двумя сверхпроводниками. Ну у нас еще будет D-тип, я там в конце скажу, будет ВТСП материалы, композиты, там будет такой тип. Ну вот на верхней диаграмме у вас по вертикали должна быть энергия, да? Нет-нет-нет, это прямое пространство. По вертикали, по вертикали прямое пространство, я думал это, я думал это подается потенциал, и в потенциале меняет энергию электроны дырки, но здесь это я понял, да. А это прямое пространство. Это прямое пространство. Это все прямое пространство. Ну условно говоря, так мы удачно создали контакт. Хорошо. То есть вот на таких состояниях вы должны научиться отличать эти состояния от байранов сквозь частиц? Вот такой вопрос. Итак, то есть вопрос бывает такой, что на сегодняшний день нет однозначного идентификации или доказательства, что байранов фирменов существует и их можно, они не соответствуют вот этим адресскому связанному состоянию. всякие причины для появления вот этого нулевого пика. Их, конечно, может быть много. И не только даже. Ну вот, например, в данном случае смотрите Андреевское, значит, если природа, например, Андреевское отражение. Да? Вот это вот связанных состояний, да? То есть существование связанных состояний электрон-дырка, да? Да. Так я в данном случае не понял про спин. То есть там, значит, с разным спином должна она на порядок отличаться. Спин, пока мы еще держим. Да, вот пока мы же говорим пик, мы говорим, вот это действительно вопрос о спине еще остается. Это мы, ну вот тут, хотя тоже вот здесь вопрос спины, вот это вот растение, это вот это вот и работает. Ну, то есть ваш такой промежуточный вывод, что сам по себе пик, он, в общем-то, ну, к примеру, Андреевское состояние. Да, да. Нужно еще и другие, как бы, вот один из этих, еще какие-то аргументы отличительные черты, но вот про спин мы поговорим, про спин впереди. Ну и вот так, значит, нужны системы, которые вот поддерживали вот такие триплетные состояния потенциальными, это вот, называют такие, ну, важны, как вибридные системы, сверхпроводительные, феромагнетик, металлический феромагнетик. Опять я вам просто взял цитату вот из этого обзора. Реальные системы, к сожалению, у нас самые потенциальные, которые триплетные, потенциально говорят, что вот, ну, три кельвина, слабовато, низкая температура сверхпроводящего перехода. Поэтому вот создание сверхпроводящих материалов с достаточно высокой температурой сверхпроводящего перехода и триплетного спаривания, это вот одно из таких ключевых моментов в этом направлении. Извините, вопрос все-таки, а зачем высокая температура? Ну, я бы сказал, что в рутенате стронция, ну, это нельзя так называть, что это, мне кажется, как это, вообще принято, что это триплетная сверхпроводимость, да? Но, во-первых, три кельвина достаточно хорошо и, наоборот, в эксперименте, чем меньше температура, тем лучше по-любому. Ну, потому что вы пока, это же не он чистенький, когда вы его начнете... Задача какая? Стопологический компьютер создать, там, или квантовый компьютер. Вы же должны этот фермион... Вначале его хоть бы обнаружить экспериментально, подтвердить, что он есть. Да, 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 да. Значит, но, с другой стороны, вы же с ним должны работать, где-то, губить это, вы должны ему там что-то дать сигнал, а потом его прочитать, и вы с ним будете контактировать, выживет он при этих условиях, не выживет. Это раз, а второе, подождите, я сейчас дальше покажу. Хорошо, я вас не буду перебивать. Высокотемпература проводилась. Так, ну, итак, вот, опять цитирую. Значит, фермионы, хафф, метелс и пергах, гетерраструктуры. Ну, для нас, ну, это очень хорошее, да, половинный металл, и сферомагнитный металл, это там есть разные классы. Для нас есть те системы, которые хорошо, мы с ними уже лет последние, там, десять, если не больше, занимаемся. Это манганиты. Поясню идею. Ну, вот, латан-маганец-3. Это, как бы, его исход, родительское соединение. Значит, кислород, там, вы знаете, 2-2, поэтому, значит, в нормальном состоянии латан минус плюс 3, марганец плюс 3. Давайте я сюда... Да, вот это А. Вот это А, латан, марганец Б позиции. Давайте я сюда добавлю какую-нибудь вот эту, позицию А, какой-нибудь там ион двухвалентный. Тогда электрон потянется к кислородам, естественно, и у меня в позициях Б, марганец должен как-то пожертвовать, ну, вот этим вот своим электронам. Но поскольку это все квантовое состояние, одинаковое, то у вас состояние плюс-минус 3, плюс 4, такое совершенно эквивалентное. То есть у вас система, ну, она устроена, там, электронные оболочки устроены вот так, по правилам Хунда, там, вообще на узле, это там где-то порядка полтора электронвольта, то есть десять тысяч там градусов. Ну, здесь еще должен дальний магнитный порядок, ну, это порядка, вот типа, обмен через кислород. Это порядка 300 кильдров. Итак, у вас вот такая структура, половинный металл, который вот бегающий вот этот электрон коллективизированный. Мы им заинтересованы, да, ну и, да, как эффекты близости тут, во-первых. Значит, ну, опять электрон, древеское отражение, электрон пошел сюда, вверх разъезд назад, ну, реально, по физике, у вас где-то вот тут происходит, как бы, перекрытие волновых функций. Вот сюда, волновая функция вот куперовской пары проявляется, проявляется сюда, на полет кокси. Это, ну, а тут подавляется, конечно, чуть-чуть. То есть это область проксивити, ну, под действием проявления эффекта близости. Это порядка корреляционной длины, а может быть и больше. Это отдельное условие. Итак, Андреевское отражение. Ну, вот это за счет эффекта близости мы получаем вот спин-триплетный, сверхповедящее спаривание. Ну, тут должна очень спин-активная такая быть поверхность. Ну, и в результате, вот я возвращаюсь к этой работе, то есть, ну, вот как бы реализуется вот это вот триплетное состояние, может быть. Нам оно очень хорошо знакомое, потому что мы на такие композиты, правда, мы рассматривали, ну, вот немножко под другим углом. Тоже, на самом деле, очень интересно будет. Ну, вот триплетный сопроводимый – это proximity-эффект. Ну, вот как бы эффект состоит в том, что мы наблюдаем ту третью щель, ну, вот, которая как бы мы приписываем, ну, сейчас чуть-чуть я скажу. Ну, и как магний бор-2. Магний бор-2 – это вот такой S-тип оспаривание. Ну, и вот у нас есть работа с, чуть позже покажу, с VTSP. Ну, то есть, причем, работает вот такая вот нано-композиты, ну, примерно, это вот прессуется, нано-композиты 30 нанометров ланганиц, примерно один магний бор-2, вот один микрон, в разной концентрации, там еще какие-то перколяции, там мы позвали. Ну, вот я, ну, мы попросили наших знакомых из Израиля, вот они нам дали вот такую, сделали фотографию вот такую вот. 500 нанометров вот этого масштаба. То есть, вот эта черненькая – это магний бор-2, а светленький – это нано-частички. Все внимание. Значит, если я по той же самой технологии, ну, это у нас делают торгов, спрессовал чисто магний бор-2, вес – 80% его кристалла, ну, форы остаются. ЛЦМО спрессовал где-то 60-70%. А если я их спрессовал вместе, хорошо перемешал и спрессовал, то вот 95-97% теоретического веса. То есть, ну, действительно, ну, собственно, это и на картинке видно, вот все эти поры заполнены нано-частицами. Ну, напомню, там, это магний бор-2, то есть проводимость, у него две щели, сигма пизона, ну, вот величина щели такая, корреляционная длина такая, ну, и половину металла говорить. Итак, вот что была, как бы, наша изюминка вот этих направлений. Поинт-контакт с петроскопией, Андреевское отражение, смотрим, что мы видим в этих нано-композитах. Это вот публикация, буквально картинка из этой публикации нашей. Видим три щели. Две из них, вот я уже сказал, что магний бор-2, две щели. Две из них, ну, вот одна, как составляет магний бор-2. Вторая, усиленная, как бы, тоже магний бор-2. Но есть третья щель, которая в три раза больше даже исходной щели. Что это такое? Необычный эффект близости. Возвращаемся к модели чуть-чуть. Теория говорит так, что если вот сегретное спаривание происходит, значит, контактируется с сверхпроводником, с половинным металлом наводит триплетное спаривание, а тогда теория, ну, это вот картинка из нашей уже статьи тоже, значит, тогда вот, то есть S-тип наводит, поскольку есть же в триплетном спаривании вот эта компонента по спину с M равным нулю, она взаимодействует, это прямой эффект близости на прямую, но у нее же компоненты есть и другие, она индуцирует триплетное состояние, но есть и обратный эффект. Обратный эффект, вот это вот M равное нулю в триплетном состоянии влияет на сегретное состояние. И тут мы стал, да, еще раз, эксперимент тоже результат. Если мы вот начнем эту триплетную щель мерить от температурной зависимости, если бы она была, ну, мы могли проверить до конца, то это по БКШ зависимость, это примерно 120 кельвинов, 100-135 кельвинов. Ну, естественно, вот она идет вроде по этой зависимости, а потом, поскольку в магний порта падает, ну, сверхроводимость, ну, вот она где-то, это то, что вот экспериментальные точки. Итак, мы сталкиваемся с некоторой... Откуда взялась цифра 120? Я, это БКШ зависимость, там температура, ну, такого БКШ зависимости. Нет, так, а 120 откуда идет? Ну, я взял нулевую и дальше ее подставил в эту формулу, для этого пока там есть, ну, отношения. То есть это есть там формула Барнина Купп-модели, Барнина Купп-модели... А, имеется в виду, что вы просто считаете, что такая величина щели по вот этому 3,5, да, то есть дает такую температуру 120? Да, такую температуру. Ну, реально, конечно, мы видим, потому что эффект близостный. Это... И вот тут мы сталкиваемся вот с фазовой конкретностью. Ну, тут чуть-чуть, короче, вот это, значит... Ну, мы знаем, что щель, это есть модуль, но есть и фаза. Традиционно эта фаза, вот эта, можно есть в этих вот работах, можно посмотреть обзора, вот я вот рекомендую, тот же локтевого, вот так, пахера. Есть, как бы можно формально вести температуру фазовой конкретности и температуру энергии щелей. Вот в тех традиционных наших сверхпроводниках, ну, условно говоря, традиционных, температура фазовой конкретности много больше, ну, больше температуры щели. То есть, когда она переходит, формируется щель, сразу глобально система переходит в сверхпроводящее состояние. Но есть и другой вариант. Теория говорит, что есть совсем другой вариант, когда вот малая, ну, флуктуации, как бы плотности сверхпроводящей фазы. То есть, есть капли сверхпроводящие, но нет еще, но эта температура ниже вот этой температуры Дельта. И мы должны вот навести как-то глобальную конкретность. Вот это глобальная конкретность. Сейчас, сейчас, подождите. А как вы имеете в виду вот это вот выражение, что флуктуации сверхпроводящей фазы, вы имеете в виду, что флуктуации фазы сверхпроводящего параметра порядка? Да, да, да. То есть, я говорю так, у вас, ну, в реальном материале есть какие-то капли, где Дельта равно, отлично от нуля. Но они глобально не связаны. И только когда они становятся когерентными всей единой фазах, тогда появляется сверхпроводящий состояние. То есть, флуктуации, наоборот, разрушают ее? Флуктуации разрушают когерентность, единую фазу. Да. Это вот такие модели, но вот в этих фазах. Не, ну да, да, я просто... Ну, мне показалось, что у вас это положительный момент, что флуктуации приводят к появлению именно сверхпроводящего параметра. Нет, нет, нет. А вот мы считаем, что систему строят так, что уже как-то она притягивается, но только капли отдельные в материале. А потом нужно как-то когерентность навести глобальную. Вот это за счет эффекта близости со сверхпроводником другим, ну и наводится глобальная когерентность. Это вот так, как бы, наш ключевой вопрос в той серии публикаций, которые я показываю. Ну, то есть, вот... И причем эта щель намного больше, чем исходная, так, родительская щель Магонборд-2. Ну, вот это вот мы, как такой термин, там, латентная сверхпроводимость для первых манганитов. Вот такой, как бы... Так, хорошо. Если можно, движемся дальше. Возвращаемся к Майорану. Вот в прошлом году выходит работа фанолный систем Андреевский рефлектор Майорана-Зиромод. Ну, я как бы там уже отмечал, что Зиромод есть, но видим ли мы ее, или как ее отличить от Андреевского просто связанного состояния. Ну, идея работы такая, что вот если у нас электрон отражается, то взаимодействует с Майораной с Майораной, то он может быть в ситуации еще и излучить и фанон. Ну, условно говоря, когда у меня нулевое, нулевое, она попадает в центральный пик. Когда я поднял разные потенциалы, скажем, вверх, электрон не может попасть сюда. Ну, допустим, я попал здесь в фанон, эту лишнюю энергию он излучил, это фанон, и тогда мне появляется дополнительный пик один, второй пик и так далее. Либо, наоборот, подхватить. Мне не хватает, но я тогда могу подхватить от фанона и получить вот эти дополнительные пики. То есть один из признаков, вот как в этой работе предлагается, это вот наблюдать, не есть ли какие-то дополнительные пики в тех условиях, когда вы говорите, что есть фермен Майорана, вы видите. То есть связаны с фанонными модами? Ну да. Ну, казалось бы, любой процесс должен быть связан с фанонами. Для любого процесса взаимодействие с фанонами существует. Ну да, но поскольку это нулевая мода, одинаковое расстояние между людьми, шаг одинаковый. Нет, имеется в виду, каким бы механизмом не определялась нулевая мода, она все равно должна иметь эти гармоники фанонные. В чем особенность майорановских ферменов? Да, это тоже. Ну, я еще раз, сейчас я добавлю. Давайте я чуть-чуть это продвинусь дальше. Ну то есть ситуация такая, вот я двигаю нормально этот металл, андонецкий контакт, и тут хожу, и у меня дальше пики должны появляться, то есть я должен попасть сюда, через майоран фермен, излучив или поглотив фанон. Ну хорошо, раз так, мы смотрим на наши результаты. Там вот в этой же вот структуре привлечены вот эти спектры, которые я показывал. Остались, ну то есть были вот эти главные щели, которые мы трактуем, вроде бы согласны с нами, но есть еще вот тонкая структура, ну вот в большом масштабе я показался всередом. Что это за штучки? Ну вот они. Шаг, вот я взял поставил их, странно какой-то, видите, N на вот это шаг 37 вольта. Интересно. Давайте я следующий возьму, тоже самый композитор, но возьму поляризованный, ну вот этот контакт нормальный. Тоже вот это вот результаты, пики, тоже идут вроде как-то так гладко, но в два раза меньше. Вопрос. Так что, может мы вот попадаем в эту ситуацию, вот эти, скажем, условно говоря, туннельным контактом, мы прикасаемся где-то сюда, ну вот она такой схематически, и через этот паэранофермион у меня происходят вот эти процессы с излучением либо поглощением фанона. Ну тогда почему? В два раза больше, когда поляризованный электрон, в два раза контакт, туннельный контакт, вот этот контакт. Почему этот пик в два раза меньше, чем того, который вот здесь был, когда он не магнитный? Вопрос. Ну мы какие-то модели начинаем обсуждать. А спин? Модель-то, которая обсуждается фаноны, не учитывает спин. А перед этим мы обсуждали, что спин-селектив. А вот можете еще на картинку это вернуться? Я там не понял, что по вертикали у вас. Какой? Вот это? Нет, вот это линейное, линейное, что это по вертикали? Там где линии, там где точки по линии стоят, вот эти вот, да. А, это энергия, ну ша или ша. А, это N. А, это N, да. Понятно. То есть это вот я просто один, ну вот там пять, скажем, два, три, четыре, я у меня просто это точка поставил один, тут два, три, ну ша. Вот тут она когда поляризованный по спину, вот нормальный металл, ну половинный металл. Вот, ну, условно говоря, двойка. То есть оно в ноль не стреляет, да? В ноль не стреляет, да? Ну тут ноль она уходит, вот это отдельно тоже. Тут основной пик. То есть оно начинается с основного пика, да? То есть. Да. Ну тут же вопрос еще состоит. Вся та картинка, которая теория говорит, это температура равно нулю, а у нас конечная температура, температура большая, температурные эффекты, это тоже вопрос. Ну тут открытых вопросов, ну сейчас я где-то немножко перечислю, честно говоря. То есть, а вот я же говорю, а почему-то здесь, когда у меня в серебро, эти шаги в два раза больше по энергии. Вот там четыре. Ну интересно, они все проходят вот в интервале триплетной щели. То есть это означает, что они как-то очень тесно связаны с вот этим манганитами. Ну моем, как бы так, на сомнение на это точно. Ну да, итак вот, то есть, ну скажем, такая потенциальная модель, вот она, мы контактировали, скажем, с этим металлом, с этим, ну точным контактом, с нано-частичками на поверхности сверхпроводника, и где-то там попали в серебро Майорана, и вот это он дает вот эти процессы. Но все не так просто. Вот почему такое, где тут древское отражение спинселектик? То есть где оно, вот это должно быть? Как это? Так, что-то, давайте перее... что-то сбилось, давайте поперезвоним. Я перезвоню. Да, да, нормально, что-то сбилось просто, я не понял, что произошло. Позвонили, оно отключилось, переключилось. А, понятно. То есть, вот возникает вот это. То есть, есть такое же понятие, кроссит Андрея Рефлекшн. Надо заниматься. Ну, в общем, то есть, когда у вас точный контакт достаточно большой, перехватывает как бы два конца. и тогда вот, то есть, почему не в магнитном световоднике, не в магнитном контакте, не в половинном, в такой два раза в период? Есть вопрос. Ну, и вообще тут только вопросов достаточно много. Ну, значит, ну там мы пытались, значит, вопрос, точечный ли это реально контакт? По оценкам он может быть порядка, у нас получается, 100 нанометров. А раз 100 нанометров он может, значит, несколько охватывать вот этих наночастиц. Эффекты температуры. Фанонная подсистема. Ну, во-первых, эффекты магнитного поля, высокочастотного поля хотелось бы обсудить. Транспортные свойства вот еще такие вот. То есть, возможно, у вас между этими контактами попала какая-то нормальная квантовая частичка половинная, ну, наночастичка. Молодя, Молодя. Вопросы? Да. Можно спросить, а где магнонная система? Магнонная система вот здесь срабатывает. Поляризованный по спину Майоран. Почему ее нету среди вопросов? Что-что? Почему ее нету среди вопросов? А, нет, а вот а вот а вот он спин, впереди, впереди, вот впереди, вот впереди, тут, ну, не, спин есть, спин один из, вот, вот тут немножко вот спрятан вот здесь даже, должно быть, сердце нет. Так, а как вы видите тут геометрические, то есть, вот это же геометрические китаева модель, на, на, это должна быть цепочка, на ее, на ее краях появляются состояния у вас где? Да, вот она, вот она, вот она. То есть, вот это вот, где цепочка вот? Ну, это вопрос... Где, где края, где края той цепочки, которую вы смотрите? Это вот этот вопрос, который он мне говорит, покажите, где ваш контакт находится. Ага. Вот это вы, я же говорю, наши знакомые в Израиле, мы попросили, сделали нам такую фотографию. Ну, а контакт, нужно оборудование? Ну, это ж, это ж, все, извините, Таринков на коленке делает, все, что можем делать. Нет, я имею ввиду, как вы думаете, где они тут, где они тут реализуются? Ну, например, вот здесь, вот эта вот цепочка. Вот эта вот цепочка, да? Да, да, вот эта цепочка. То есть, черная, это магний буркла, а это ее окружающие, ну, вот какая-то, скажем так, кирпичная кладка, ну, вот такая вот. А какой размер этой фотографии? Вот это вот масштаб 500 нанометров. А контакт, вы говорите, такой же и получается, да? оценки, да, примерно такой контакт. Скорее всего, мы что-то там захватываем, но это вопросы открытия. Хорошо, спасибо. Вот такое. Ну, я же говорю, в этой модели, в которой фотоны сидят, ну, вот эта вот, о которой я говорил, значит, модели, тут нет спинов, абсолютно не учитывается спин. Там, где есть спин учитывается, не учитываются фаноны. Поэтому вот на сегодня мы пытаемся, ну, построить модель, которая бы объединила и фаноны, и спин, вот этот эффект. Ну, плюс возникает вопрос, как вот это понять, почему для немагнитных контактов период в два раза больше, чем для магнитных, половинного металла. Ну, и вот эти вот всякие вот, так немножко, чтобы перечислить вопросы. То есть это то, что мы чем сейчас за ним пытаемся разобраться. То есть вам нужна такая система, которая в зависимости от, я не знаю, как вы ожидаете разделить, то, что майорановские фермионы, вот эти вот, в модели, должны быть, должны зависеть от спина. То есть это спин, то есть именно магнитным контактом. Соответственно, если не магнитный контакт, то он их должен видеть, а магнитный контакт, он при одной поляризации. Нет, нет, нет. Извините, нет. Немагнитный контакт возвращается к этой вот модели, которую я показывал. Вот сейчас, сейчас, извините. Вот структура. Я имею в виду, что эти майорановские фермионы должны быть хорошо проходить с немагнитным контактом, да? То есть какая разница? Вот эта вот картинка. Видишь, на самом деле так однозначного ответа нет. Если я не магнитный контакт, то тут нет фононов. В этой модели нет фононов. На колесо. То есть вот я погну, значит, два пика вот таких вот. Если спин поляризованный, как у этого, как основной майорана фермиона, пик большой. Если не поляризованный, вот я попал сюда, противоположно направленный, чем у майорана, он в 10 раз меньше. Нет, так это поляризованный, только противоположно направленный. Да, да. Контакт поляризованный. Контакт. Контакт поляризованный. Контакт поляризованный по спину. А как вы можете управлять поляризацией майорановских фермионов? Никак, нет. Я же говорю, я не могу. Я имею в виду, сделали вы... На самом деле, этот вопрос упирается вот в эти перечисления, которые я говорил. А давайте почувствуем все это магнитным полем. А давайте... Ну, нет теории совсем. Ой, да. Извините еще раз. Я имею в виду, что направление, направление, направление вообще. Вы задаете, вы задаете поляризации в контакте, да? То есть, ну, вот это вот интересно. Во-первых, раз он магнитный, этот фермион, значит, он должен быть что-то там взаимодействовать с магнитным полем, в том числе и высокочастотным полем. Не только фаноны, а высокочастотные полем. Я не знаю о публикации на эту тему. Ну да, ну то есть, казалось бы, надо экспериментально реализовать такую ситуацию, когда у вас спин, направление на магниченности в контакте совпадает с этим, и когда оно им противоположно. Так вот, собственно, я и спрашиваю, как это ожидается реализовать? Как можно... Например, магнитный? Ну, надо думать. Я за экспериментатором. Первый вопрос о температуре. Они все смотрят этот... Байоран меньше одного кельвина, а мы четыре кельвина. Так давайте дальше пройдем? Или ниже? Выживает он? Не выживает. Плюс вот это надо модель. Когда я зажал, а вот тут, словно говоря, какая-то точка, половинный металл, у меня же гранулированная система. Мне надо вот это посчитать. Как же отличить? Я просто не очень понимаю, за что зацепиться, если у вас получается, что вот эти вот фермионы в контакте, они привязаны к намагниченности, собственно, контакта. Вы, а экспериментально вы можете управлять намагниченностью контакта в лучшем случае, ну и, соответственно, а отдельно. Почему? У меня же она частица, я могу и ею управлять. У меня же она частица, она достаточно свободная. Так, а ею как вы можете управлять вне контакта? Тем же магнитным полем. Ну, оно же общее, большое, направленное. Ну вот это да. Там ток можно как-то пускать, наверное, да? Да, ну может быть током, да. Ну, то есть, постановку эксперимента этого года. Ну, даже я пока непонятно, вот как. Я не знаю публикации на эту тему пока. Ну, это вот те вот, скажем так. Хорошо. Дальше, да. А третий, опять же, цитирую статью вот в этом году. Высокотемпературные фирмены майорана. Опять в гибридных системах. Ну, для нас это такое, что мы в этом направлении уже движемся. Вот, там, в прошлом году вышла статья, мы же вот такие вот композиты. Ну, это Висну там. Висну 2, 2, 3. Ну, то есть, пока этот задел, мы рассмотрели, как она, перколяционные эффекты там, всякая там, вот это вот, с двадцатью процентов переход пересисково Костер и Циталлиса. Ну, тут все вообще перколяционные модели перколяции не работают. Начинает работать эффект близости. Но, тут, как бы, скажу, покажу один слайд. Модельный контакт, опять же, вот на этой системе. Уже оно серебро, но ВТСП материал. Пики. Период. Период такой, как там был Магнибур-2. Что это? Случайность? Или такие, ну, в моем мнении, это указывает на то, что, действительно, фирмен Майорана локализован или находится в манганите, вот, надведенностью в водящем состоянии помимо манганита. Ну, опять, все эти вопросы можно задать, что есть. Плюс, опять же, тут температура, да, кстати, температура 77 градусов. Ну, и, заключение, значит, ну, то есть, композиты, ну, нано-композиты можно делать другие структуры, гидроструктуры, сверхпроводник половинный металл, является, вот, перспективным материалом для получения нитериальной сверхповедейшей состоянии. Ну, это половинные металлы, потом, это, маганиты, близки, термодинамически близки к, типу спаривания, чёртной, чёртной частоте. Ну, и, возможность получить, вот это, высокотемпературную следопроводимость, топологическое, поскольку они сами там, щель довольно большая. Ну, я, вот, поблагодарю, вот, участников, этот, Владимир Юрьевич, эксперимент, немножко теория. Это, вот, отделка, бывшего отделка статьи, это я, вот, наночастички нам делали, ну, есть. Благодарю за внимание. Спасибо. Давайте вопросы, а то, я всё время прерывал, в основном, да? Так. То есть, мне кажется, это интересное направление и теоретикам, и экспериментаторам. К сожалению, в нашей ситуации, вы понимаете, институт такой, в таком состоянии, что мы готовы, в общем, к сотрудничеству, с самым, со всеми, и теоретиками, и с экспериментаторами. Экспериментаторами, тут возможности много, мне кажется, интересные, можно вставить. У меня есть ещё пару вопросов, наверное, но я хочу другим дать возможность. Володя нас слышит? Да. Да. Слышно, да? Да. Володя, во всех этих экспериментах, что если они показывают какие-то спектральные характеристики, значит, должен быть баллистический режим. Вот, допустим, последний слайд, где ВТСП с манганитами. 70 градусов, это очень большое сомнение, что там какая-нибудь баллистика есть. да, да, да. То есть температура, тут надо протянуть по температуре, ну, я просто как бы то, что был по-другому скажем так, не раскрываюсь. Да, тут это характер контакта сам, ну, вот он может быть достаточно большой, многоканальный тогда, может быть, проход. подозрительно, что все периоды такие какие-то очень близкие. Ну, скажем так, сколько у вас таких контактов? Ну, это сейчас немного, это тоже вопрос, да. Не, ну, мы... Вот всей этой спектроскопии, это очень важно, воспроизводимость. Да, да. Ну, то есть, вопросы есть, действительно у вас вопросы, ну, вот видите там, ну, на коленке все делаем, так что, ну, мы готовы. Мы тоже на коленке, а другого нет. На коленке можно сделать много контактов. Поэтому, да. Гораздо больше, чем... На коленке самые точные эксперименты, да? Да. Ну, то есть, вопросы есть, интересные, на мой взгляд. Можно решать их как, нужно решать. Так, а вы вот так вот на этих картинках, ну, руками эти точки определяете, а можно же это какую-то функцию, корреляцию выставить, да? Конечно, конечно. Или, 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 или фурье, фурье про... Теретье. Ну, да, не, ну, это вот, как бы, какие предварительные расцветки. Ну, вот они разбазаны, так, действительно, тут температура большая. Эти пики вот тут, вот они получше, поуже. Ну, вот там я видел там. Да, тут они поуже, но температура ниже. Так эта температура... Либо это может быть контакт большой, несколько каналов идет, но... Как-то может это кое-нибудь. В общем, не, вопросы есть, я наоборот говорю, что... Ну, и вот, оно вот такое есть, как-то общее свойство. А вы показывали температурную зависимость вот этой вот щели большой, да, но не сравнивали ее с температурными зависимостями двух других щелей. Они одинаковые, да, или как? Ну, вот, не, она тоже ответ... Вот оно есть. Вот это, ну, фактически, зависимости нет, но вот щели-то падают в 39. Ну, да, в 39. А две меньшие щели, они же закрываются на этой же температуре, да? Вот это же, да, это же для Вагни-Горква, 39. Потому что держится этот щель за счет каких-то близостей. А можно 39-й слайд? 39-й, пожалуйста. Как раз совсем. А, нет, не этот. Там, где три щели. Экспериментальная. Экспериментальная данная, да. Вот это. А, вот 38-й, да. Это какой контакт? Контроэлектрод какой? Вот они, вот они, вот они. То есть композит вот такой, три контакта. А, Индий, Серебро и Необий, да? Да. Ну, вот детали вот тут. Ну, то есть, допустим, с Серебром это НС-контакт. Должны быть стандартные, если это Андреевское отражение, стандартные Андреевские спектры, которые выглядят совершенно по-другому. А тут все по-другому. То есть, да, причем большая щель, причем это вот вторая щель. Тогда, если это по-другому, почему это щель? Ну, как бы так. Теоретик, экспериментатор говорит, что это щель. Как? Это щель. Почему? Ну, не каждая особенность это щель. Это может быть критический ток. Нет, нет, нет. Там есть пал, типа, Андреевское, это множественное Андреевское отражение, где-то дальше идут в пике. Тут оно не показано. Не, множественное Андреевское это субгармоники щели. Дельта на 2, дельта на 3, дельта на 4 и так далее. Ну, это дальше идут. Ну, вот не знаю, мы считаем это так вот. Потому что, во-первых, усиленность вот эта щель у самого, ну, родительская, скажем так, магний гор 2. Она была 7, а стала вот такой почти там 11. Юр, вы же знаете, что теоретики обычно такие наивные, как дети, мне всегда кажется. Если экспериментаторы им говорят, что это щель, то они им верят. Поэтому это вопрос, скорее, к интерпретации, в общем-то, экспериментаторам, да, к Таренкову, почему он считает, что это щель, да, то есть. Ну, скажем, тепловые эффекты дают приблизительно особенности в тех же, при тех же энергиях, что и щель. Если контакт греется. В стандартном тепловом режиме 1 милливольт повышает температуру на 3 кельвина. Поэтому, если щель 2 милливольта, особенность, так, если критическая температура 6 кельвинта, особенность будет на 2 милливольтах. Ну, приблизительно там же, где есть щель. Ну, я тут не привел это вольтамперные характеристики. То есть, они все есть, но могу, я думаю, на доступ вот этой статье посмотреть. Ну, она там, там есть целый цикл работ на эту тему. Ну, просто я смотрю, что по формуле это на Андреевское отражение совсем не похоже. То, что должно быть в СН-контакте. Ну, тут же Б-контакт. Ну, в принципе, особенно не влияет на... ...поя сверхпроводимость, Господи. Поя сверхпроводимость. Мы же говорим, что наводит П-сверхпроводимость. Именно манганит в этом вот магний буртва наводит именно за счет, ну, вот этой вот модели. Ну, общий вид спектра вряд ли зависит от этого. Какой тип сверхпроводимости? Ну, как? Ну, имеется в виду, что щель... Я, как это, глазами, у меня нет опыта, я... Это там не арпи-спектры, да, в которых я хорошо понимаю. А, в общем-то, вот как глядя на эти кривые, где сказать, где тут щель, а где тут наоборот? Это пик или минимум, наоборот, или, в общем-то... То есть, ну, по-другому не удается еще классифицировать. То есть, когда там два-три щели вот тут и дальше идут, это следующие. Там есть, ну, множественное Андреевское отражение. Это идет там, это вот тут. И для магний буртва дельта-2 великовата. У него 7 милливольт. Да, да. Вот именно. То есть, исходно было вот такое. А в композите... Это ж композит, я обращаю внимание. Это композит вот такой. Это вот этот композит. Три к одному. По идее, за счет эффекта близости эти щели в магний буртва должны, наоборот, уменьшаться, а не увеличиваться. Правильно. Но это если вы смотрите стандартный эффект близости. А если в магнии, в этом, вот в манганите уже есть щель, но она некогерентная. Вот она вот это. То есть, она некогерентная и большая. И тогда вот обратный эффект, эффекта близости манганита на вот эту, на его когерентную фазу, вот приводится к тому, что вот увеличивается и эта щель. Обратный эффект близости. А что значит в манганите есть щель? То есть, она не сверхпроводящая, вы имеете в виду? Вот это вот. Есть когерентная фаза, единая фаза на всю систему. То есть, капли есть, сверхпроводящие капли. Вот этот, вот этот манганит, он сверхпроводник, да? Да. Я просто не помню про манганит. Нет, там, ну вот это наше утверждение, что сверхпроводящие, получается капли при низких температурах. А, то есть, когерентной сверхпроводимости в нем не наблюдается? Нет, да, нет. Потому что есть капли вот отдельные, но они не связаны глобально. Но когда я ее добил когерентности, она стала себя проводить. И я эту щель начинаю видеть энергетическую. Так, эффект Мейснера тогда должен быть какой-то. Ну, аномалия, по крайней мере. Ну, вот в каком-то виде есть вот эта вот, скажем, работа. Девана, на гранулу, на гранулу, на гранулу. Из-за этого, ну тут, правда, Девана, есть точно такое же. То есть, переход Березинского костровница Таулиса, тут не сказано, но есть другая работа на Магнийборд-2. Именно из-за счет того, что тут сверхпроводящий переход проходит как раз по вот этим вот каналам. Структура трехмерная, но сверхпроводимость переходит в образце трехмерного. Вот по этим вот каналам, когда триплетные. И поэтому сверхпроводящий переход описывается моделью Березинского костер-лицеталуса для 2D-сверхпроводников. Я просто так вас понял, что если вы берете даже объемный мангранат обычный, там, монокристалл, то все равно вы ожидаете там сверхпроводимость вот такую вот некогерентную, да? Да, да. Соответственно, я поэтому и говорю, что должны быть там магнитные исследования, которые показывают, например, что там есть какой-то, значит, какая-то температура. Я имею в виду, что диамагнитный отклик какой-то должен появляться. Не знаю, я эти работы не знаю. Может, я не знаю. Хорошо. Юра, вы закончили с вопросами? Ну, в принципе, да. Можно еще раз посмотреть на 38. А, Володя, 38 можно? Да, 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 да. Да, тоже, ну, скажем так, серебро нормальный металл Индии при 4,2, допустим, тоже еще не перешел нормально в сверхходящее состояние. Необий сверхпроводник. Так, казалось бы, с Необием должен быть, по крайней мере, в нуле совершенно другой пик, Джозефсоновский ток, сопротивление ноль, проводимость бесконечная. Ну, это же реальная система. И уже там барьер. Это вот вопрос, что задавал Юрий, когда вот этот изолятор. Барьер реальной системы все равно существует. Между, там поверхности фермини совпадают. Ну, например. Ну, этот барьер, если там единственное, что может быть, окисел какой-нибудь, а барьер за счет рассогласования скоростей ферми, он практически ни на что не влияет. Так это же не туннельный контакт? Нет, это точечный контакт. Точечный контакт. Так, а почему должен тогда быть ноль? Это в туннельном должен быть ноль? Нет, это СС-контакт. Сверхпроводник, сверхпроводник. Угу. Так, а почему СС, а что, острие что, тоже сверхпроводник? Ну, не обе, не обе. Это не обе острие, да? Да, вот тут три острия. Индия, серебро и не обе. А, я понял, это острия. Ну, да, должно сильно отличаться, по крайней мере. Ну, вот тут у нас вопрос к этому. Есть такая тогда работа, вот я смотрю. Предлагаю вам посмотреть вот такой, вот этот. Кадаквую манганиду. Просто кусочек манганита. Делаем сверхпроводники. И наблюдаем третью щель. Это уже не композит. Берем, контактируем со сверхпроводником. То есть, берем сверхпроводник. И касаемся к нему вот таким вот половинным металлом. Видим, что третий щель появляется. Точно так же, вот как и здесь. Насколько этот манганит хороший металл? Какие там длины пробега? Ой, ну, он плохой металл, потому что там концентрация электронов слабенькая. Мало, ну, мало. Ну, я сейчас не скажу длины пробега. Ну, концентрация маленькая. Длина пробега, думаю, тоже очень маленькая. Ну, да, да, достаточно. Ну, потому что он там как бы на два атома, манганца, он один, этот электрон один, на двоих. Но половина, хорошо, хорошая половина. Так, и вы считаете, что это третья щель большая, она наведена в манганите, да? Да, да, да. Ну, то есть, вот эти вот три работы, это фактически посвящены вот этим системам. Гигантский эффект близости. Да. Ну, и вот тоже в НТ, вот это вот, Березинский костер, то есть двумерный переход по топологии вот в таких композитах. И это вот мы объясняем, что вот по этой, как бы, ну, кладке, по этим манганитовым наночастичкам идет триплетный уже тип сопроводимости. Ну, вот смешанный там идет, С и П типа. Именно это, да, тогда мы наблюдаем глобальный переход. Понятно, хорошо, спасибо. Я хотел спросить по поводу, вот, то есть я так понял, что именно вот когда вы в формулах показывали, как появляется майорановский фермион, и сказали, что у него энергия равна нулю, то это было, как-то это прозвучало как приближение. Я, собственно, спрашиваю, это приближение? То есть есть какая-то дисперсия в зависимости от импульса у майорановских фермионов? Ну, считается, что он находится на поверхности фермиона. То есть это точно так, да? То есть, соответственно, у него в точности энергия равна нулю. Не то, что это... Ну, он может быть возбужден. А то мне показалось, что вы там показывали, что просто, значит, соответственно, в таком приближении, значит, когда получается, что, значит, пренебрегаем этим, и считается, что... Я имею в виду на шкале, на энергетической шкале, да? То есть на шкале вот... Да, по энергии вот где-то он отщеплен от всех остальных. Но пока идет речь вот по этому типу майорана. Какие возбужденные, но это отдельный вопрос. То есть это вот майорана, которая образуется в цепочке, например, вот на краях цепочки, да? То есть вот модели Китаева, да? То есть они имеют нулевую, нулевую энергию. Да. Хорошо. Есть еще вопросы? Можем ли я вопросы? Так. Да ничего, там еще вопросы есть. Да, давайте. Дивите, такое вопрос. Вы говорили про другой тип надпровидности, там, П, Д. И, дивите, стосовно, ну, звичайно, БКШ надпровидності, мы знаем, от чего залежит критичная температура. Там густина станов, электрон-фонгон на взаимодействии и таке, ну, там, и таке інше. А от чего залежит тут критичная температура? Вы сказали, что стронци, это складно там три кермина. Как, взагалі, шляхи збільшения? Тобто, чи, ну, є якісь хоча б емпіричні формули, які описывают и кажут, как нам подвищать критичную температуру в небе КШ надпровидниках? Еще раз, теоретическая температура в триплетных, да? Ну, например, так, наприклад, триплетных, ну, в БКШ випадку, ми знаємо, температура Дебая, більша критичная температура, там, электрон-фонгон на взаимодействии и густина станов, відповідно. А тут, тут, яким чином можна, ну, чи є якісь емпіричні формули, хоча б, які описывают критичную температуру, від яких параметров она будет залежать? Вопрос состоит, что является механизмом куберовского спаривания? Ні-ні-ні, дивіться, питання, питання... Ну, для того, щоб відповісти на це питання, треба спочатку зрозуміти, що є механизмом, правильно? Да, да, совершенно верно. А, може, якісь емпіричні дослідження, мається на увазі, що емпірично сказали, що тут там густина станів маленька і, відповідно, температура критична маленька? Чи немає? Ні-ні-ні, це ж енергія связи, це ж енергія связи. А це, а коли є, він може бути локализований, але крепко связаний між собою электронами. Це ж енергія связи. Це разні речі. Когерентність – це коли їх багато. А коли це капля, ну, ртутні капельки. Відвію, наприклад, можете себе представити, капля ртутні. Да, кожна з них – це таке держиться. Але вони можуть бути отдельно. Тріплетна сверхпроводимість в яких-то матеріалах надіжно підтверджена? Ну, воні, які я приводила. Те три, які ви показували, соответственно? Считається, що вони найбільше, більш-менш встановлені. Ну, т.е. про рутенат і тяжелі фермиони, да? Да, да, да. Вот эти тяжелі фермионы. Ну, извините, тут щось я щось не найду шкоду, ну, ладно. Считається, а эти? Ну, потому что у мене насколько… Нет такого критического понимания, насколько это надежно. Я помню, такие… Из тех работ, которые я видел по рутенату, ну, они были такие, не очень. Да, ви прибыли, абсолютно там. Є історі, там вопрос дискусивний. То есть рутенат – це така тема, Мэна, да, который ее, в общем-то, монополизировал, да? И, в общем… Ну, вот именно подтверждение… Я просто не знаю. Я просто вас спрашиваю, как специалистов… Это дискусивний вопрос. Насколько вот таких систем. А в тяжелых фермионах? Ну, більше-менше считається. Там не настолько экзотична температура, считається низки, что… Так а что там является подтверждением, что это триплетная сверхпроводимость? Ой, я щас так сходу вам не все расскажу. В общем, это я просто к тому, что Юра вопрос, это Юра Пустовит задавал. Для того, чтобы иметь эмпирический опыт, нужно иметь достаточно какой-то диапазон разных соединений, в которых триплетная сверхпроводимость реализуется. А тут, в общем, вопрос даже пока… Ну, мне кажется, что реальный, естественный… А триплетная Леонид, она там, да? То есть… Да, ну, больше всего больше. Просто почему бы, если в отличие от манганитов, там очень большое… Просто там эта зонная структура такая, что других электронов нет. По определению. И есть эксперименты, когда мы можем менять поляризацию, видно, что в одном направлении нормальных педалов. Вот если я беру контакт, ну, скажем, между двумя электронами, если они одинаковой поляризацией, ток идет. Если они разные поляризации, ток не проходит. Вот это ж на этом спиновая электроника, так называем, еще основывается. Ну, да. В нормальном состоянии, я просто переключаю один из контактов поляризацию, я вижу, что ток у меня, если они антипараллельные, ток не идет. Ну, то есть есть такие надежные эксперименты для рутенатов, да? Да, это однозначно, если это однозначно. Хорошо. Еще вопросы? Да, если можно, в порядке ликбеза. А вообще эти майрановские фирмены в каких-то процессах переноса могут участвовать? И как они между собой взаимодействуют? Вопрос хороший. Пока их не могу себе фиксировать даже. Пока чисто теоретически, ну, там, как работает квантовый компьютер. Но, как только вы их фиксируете, следующий вопрос, это действительно, как ими управлять? На что они реагируют? И вот тут, вот там я перечислял какие-то поинтересные вопросы. Это вот эффекты электрического магнитного поля. Он же поляризованный по спину. Вот его же как-то, может быть, как-то можно подвигать или как-то там что-то с ним сделать. Но это надо поиграться. Не знаю, я работаю на эту тему пока. Ну, я тоже не все знаю. Я же не претендую, что я все знаю. Ну, это сейчас огромная публикация. Если вы откройте любой конфизреф, примерно третья часть, это будет обсуждать топологию материала. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Можно вопросы? Конечно, конечно. Валерий Николаевич, а скажите, можно сказать, что вот эти майорановские фермионы – это путь к декорминизации, к проблеме квантового компьютера? Можно ли сказать, что майорановские фермионы – само понятие – это путь к декорминизации в проблеме квантового компьютера? Что это как-то улучшит ситуацию? Потому что там же, насколько я знаю… Ну, в этом, да, это то, что флаг, который разбахивает эти все, что вот это будет квантовый компьютер, потому что квазичастицы, плохо, ну, вот не Абелевская статистика, это квантовый компьютер, да. Ну, я же говорю, ну, как только вы его зафиксируете, обнаружите следующий шаг, как им управлять. Почему декорминизация? Наоборот же, к декорминизации. Да, 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 да. Да, 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 ну, я имел в виду проблема декорминизации, там, это же основная проблема. Так, ну, я не закладываю компьютер, давайте это… Нет, ну, этим всегда размахивают, когда говорят про, значит, про то, что майорановские фермионы очень стабильные, соответственно, что их тяжело, когерентность в них тяжело убить, да? Да, 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 потому что они не взаимодействуют с фермионами и бозонами, потому что с нашим миром. Ну, на самом деле, как я, мое мнение, палка, как говорится, от двух конца. А как ими управлять? Ну, именно так, да. Именно аж так вопрос был, да. Вот этот вопрос. Как ими управлять? Поэтому вот давайте пока хотя бы зафиксируем, обнаружим однозначно. Понятно. Спасибо. Нет, вопросов тут открытых много. Мы просто как раз вот с Володей Красновым на днях вот как раз обсуждали эту тему с точки зрения экспериментального, ну, вот экспериментального обнаружения, значит, майорановских фермионов, да, и, собственно, у него такой скепсис по этому поводу в том плане, что тяжело тут что-то сделать, поскольку, ну, тяжело тут что-то сделать, потому что много работ понаписывали, вот, собственно, Nature Science, которые, которые вот как бы много обнаружений, типа, обнаружений, подтверждений, существования, значит, которые, которые очень ненадежные, вот, которые, конечно, могут иметь кучу, кучу, вот, ну, собственно, Zero Bias Peak, да, как правило, это Zero Bias Peak, вот этот нулевой пик, да, и что у него есть, конечно, много, много, может быть, разных механизмов, но при этом, если ты что-то делаешь сейчас и говоришь, что вот оно действительно есть, да, ну, так уже, это уже много, это уже было показано, да, то есть, в общем, значит, соответственно. А с другой стороны, вот я говорю, фаноны есть, а спина нет в этой работе, в другой работе есть спин, но фанонов нет. Я уж не говорю о том, что тут все, на самом деле, молчаливо подразумевают S и P-тип, а если D-тип, спаривание... Ну, тоже, на самом деле, все нетривиально. Нет, ну, казалось бы, для... Зачем, а, то есть, при D-типе спаривания не ожидается таких эффектов? Почему? Да, в фанон, ну, мы же вот видим... Так зачем люди занимаются триплетной сверхпроводимостью, если, значит, D-сверхпроводимость, вот, у всех на этом... Я имею в виду предложить эксперимент по выявлению, значит, по наведенной сверхпроводимости D-типа, да, значит, и по выявлению этих, по реализации майорановских фермион в наведенной D-сверхпроводимости. Да, ну, вот это. Ну, пожалуй, это теория. Ну, то есть, эксперимента еще не было? Пока нет, да. Вот мы тут пытаемся, ну, хотя бы, ну, вопрос еще есть. То есть, насколько, насколько вот я помню, ну, я действительно давно, давно вот этой областью не интересовался, вот именно, именно наведенной сверхпроводимостью. Я помню еще в году, так, там, я не знаю, там, 15-м, 12-м, несколько статей, которые я реферировал по этому поводу, про наведенную сверхпроводимость, там же, ну, явно были, были, неважные в том плане, что проблема наведенной сверхпроводимости в купратах, это очень маленькая длина когерентности. Соответственно, маленькая длина когерентности очень тяжело навести, навести где-то сверхпроводимость и ее еще при этом почувствовать, да, это, ну, ну, то есть, вот такой вот контакт просто с материалом точно не подходит. Для меня, например, случай ИПК, да, когда его собственный слой, в общем-то, верхний слой ИПК, в котором там оторваны цепочки от которого, да, вот мы в арписе видим верхний слой ИПК, в нем сверхпроводимости нет. То есть, если нет сверхпроводимости в верхнем металлическом слое ИПК, при этом следующий слой уже сверхпроводящий, а в самом верхнем уже сверхпроводимости нет, то о какой контактной, о какой наведенной сверхпроводимости может идти речь-то, да? А, да, а теперь представьте, что это, вы правильно говорите, но вы говорите, что это слои. А представьте, вы имеете в виду перпендикулярно. Ну, это да, да. Там другая длина корреляции. Да, да. Да, но это надо реализовать. Как такие эксперименты? Ну, вот, например, нано-композиции. Ну, может быть. Ну, пример. Хорошо. Есть еще вопросы? Тогда мы благодарим докладчику, да, несмотря на сложности. В следующий раз все-таки будем, значит, делать тест вначале, да, заранее. В действительности, я думал, что вы придете к нам сюда. То есть, вы вроде собирались прийти, поэтому я как-то перед этими не позвонил. Я, соответственно, думал, что вот. Хорошо. Все, да, да. Спасибо большое. Еще такой вопрос, вопрос может быть ко всем. То есть, вот с этими семинарами, организация семинаров, у меня не получается делать список докладчиков заранее. Не получается в силу, опять же, в силу тех причин, кажется, вот, соответственно, возможность делать семинары онлайн, она делает такую флексибилити, да, то есть гибкость. С другой стороны, эта гибкость приводит к тому, что люди больше, ну, вот, имеют тенденцию перенести, потом, в общем-то, там какие-то, какие-то проблемы. Как-то вот не получается выстраивать. Хотя явно надо, есть вот, как бы, желающие уже делать доклад. Ну, например, в данном случае мы вот рассматриваем следующий доклад 24-го числа, то есть это будет раз пятница, это выходной, а 24-го – четверг. Четверг обычно не очень удобный день, например, у нас, у нас тут ученый совет, но он до обеда. Соответственно, после обеда в два часа вот мы планируем доклад Михаила Белоголовского по поводу аморфных сверхпроводников, да, правильно? Ну, в общем, в прошлый раз он делал доклад, да, и, в общем-то, остановился. Он, правда, еще озвучивал вопрос вот про наведение щели, но мне кажется, такое интересное. Но, с другой стороны, мы можем тоже обсудить. В общем, по поводу 24-го числа, есть какие-то, значит, возражения, например, что кому-то очень неудобно, потому что у нас тяжело обычно совместить. Все желания, конечно, ну, по крайней мере. Хорошо, то есть пока тогда в качестве информации, что мы планируем это на 24-е, на после обеда, на два часа, скорее всего. Все тогда, спасибо всем за участие и за выдержку. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...